Орден Ленина, Орден Боевого Красного Знамени и Медаль Партизана. Самые яркие награды Николая Бойкова, советского воина. Он погиб вместе с отрядом из 50 человек, прикрывая отступление других группировок. Окруженные тысячами нацистских солдат, они не сдались в плен, нанеся противнику большие потери. Во многих книгах и газетах Николай Бойков упоминается как герой Советского Союза. Даже имелся наградной лист, но официально звания ему присвоено не было. Разобраться в этой ситуации пытается внук воина, Владимир. Они потихонечку начинают забываться, забыты, никому это не интересно, никто не понимает настоящую суть победы над немецко-фашистскими захватчиками. Я хочу, чтобы правда восторжествовала, и деду все-таки присвоили героя, пусть теперь не Советского Союза, а героя России, посмертно, из чего он достоин. О своей проблеме Владимир рассказал Александру Хинштейну на личном приеме граждан. Депутат Государственной Думы пообещал отправить запрос и в украинский архив, ведь Николай Бойков погиб на территории теперь уже другой страны, и начальнику Центрального архива Минобороны РФ. И если удастся найти нереализованный наградной лист, то Николаю Бойкову будет присвоено заслуженное звание. Кроме того, этот случай может помочь и другим героям обрести свои награды. Я все больше и больше убеждаюсь в мысли, что России необходимо возрождать и в полном объеме запускать поисковые движения, которые раньше были очень активны, юных следопытов, которые занимались восстановлением памяти у погибших героев, многие из которых, к сожалению, посмертно не были удостоены наград. Справедливости ищут и жители дома номер 29 по улице Первомайской. Женщины просят помочь с ремонтом детской площадки и дороги внутри двора. Часть территории жители привели в порядок за свой счет, но дорогостоящие работы позволить себе не могут. Более 15 лет они подавали заявки на участие в муниципальных программах, но каждый раз двор в последний момент исключали из списка на благоустройство. Власть, неважно исполнительная, законодательная, обещающая людям конкретные вещи, а потом за свои слова не отвечающая, не может пользоваться авторитетом и не нужно удивляться потом, что доверие к власти теряется. Оно и будет теряться, если мы будем много всего обещать и ничего не делать. Александр Хинштейн пообещал вместе с главой района приехать во двор, оценить его состояние и посодействовать в проведении ремонта. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. Продолжение следует...